Здравствуйте, я Александр Герасименко. В этом видео отвечу на вопрос предпринимателей, где брать деньги на открытие своего бизнеса. Первое и самое печальное, что стоит, скорее всего, вам осознать, это то, что если у вас сегодня нет денег на открытие бизнеса, то, скорее всего, на то есть причина. Либо вы не умеете их зарабатывать, либо вы не умеете их правильно тратить. И так же думают инвесторы, которые ищут, куда им свои деньги вложить. И как бы это ни печально было признать, это так. Давайте предположим, будто бы вы в той узкой категории рынка 1-2%, у которых действительно есть обалденная идея, обалденный опыт доведения продуктов до рынка, и вы действительно заслуживаете получить эти деньги, и вы здорово бы их отработали, предположили. Переходим к инвесторам. Есть отдельный пул людей, то есть большое количество людей. Вам кажется, что вам нужны деньги, и мало кто готов вам их отдать. Я знаю большое количество инвесторов, банкиров, которые ищут, куда бы им вложить свои деньги, чтобы еще больше заработать. Но ищут они их с условием не отдать их вам или кому-то другому. Они ищут их с условием вложить их и заработать больше, чем они вложили. Поэтому, чтобы доказать им, а людей этих обманывали до этого, они осторожны, они не хотят выкидывать свои деньги, они хотят именно заработать. Вам нужно будет подготовить такую презентацию, и именно презентация здесь является финальным инструментом продажи, чтобы они вложили в вас свои деньги и рассчитывали получить их назад. Итак, как же готовится такая презентация? Сегодня много площадок, где эта презентация вам помогла бы. Вы можете выступить на клубе инвесторов, можете просто повстречаться, и вашей площадкой будет столик в ресторане. Просто презентуя свою идею, люди вам доверят огромное, большое количество денег. Я многократно был свидетелем, как это происходило. Итак, какая вам нужна презентация вашего продукта или услуги? Первое. Ваши презентации. И мы сегодня сфокусируемся именно на презентации. Если вы не можете сделать такую презентацию, тогда у вас нет продукта либо услуги. Первое. Покажите проблему, которую ваш продукт либо услуга решает. После того, как вы проблему показали, не торопитесь уходить от этого. Сделайте проблему больной. Покажите, как вашему потенциальному клиенту плохо живется без вашего продукта. Продукт пока что мы еще не говорим. Больная проблема. Сделайте проблему больной. Вознесите ее выше по степени неудобства и дискомфорта, которую она причиняет людям на рынке. Далее. Когда ваши инвесторы поняли, что да, проблема существует, их интересует другой вопрос. А какой объем рынка? Сколько людей там у тебя находится вне нашего столика, вне нашего зала и аудитории, там за пределами, которые согласны были бы заплатить тебе деньги за решение этой проблемы? Очень важно показать, что объем рынка высокий, потому что, если вы просите миллион долларов, пускай вы даже просите десятки тысяч долларов, но у вас рынок очень узкий, то эти инвестиции никогда себе не окупит, и ни один нормальный инвестор не будет заинтересован очень узкой маленькой штуковиной, которая решает такое ограниченное количество проблем, такое ограниченное количество людей, что в нем очень трудно заработать. Поэтому, первое, покажите проблему, сделайте ее больной. Второе, покажите объем рынка. И только после этого вы переходите к одной очень важной вещи, которую многие люди, желающие получить инвестиции в свой бизнес, полностью каким-то образом пропускают. Это ваш опыт и ваша команда. У вас должно быть все окей, опыт и команда. Если у вас не окей, то вам денег никто не одобрит. Это простейшая вещь. Необходимо уяснить, что идеи сегодня, как говорят американцы, thick on the ground. Их полны-полно разбросаны по всей земле. Но нет людей, которые эти идеи доведут до рынка и заработают на этом денег. Инвесторы ищут не просто идею, которая бы сама заработала денег. Идеи сами денег не зарабатывают. Есть команды, которые доводят идеи до рынка сами, без участия инвестора, на каждом из этих шагов. И он должен быть инвестор, уверенным, что вы и ваша команда это смогут сделать. Поэтому ваш опыт и ваша команда – это то, что вы презентуете в вашей же презентации. Вы рассказываете, что сделали люди из вашей команды, какие проекты вы довели до конца, не просто начали или что вы там придумали, а что вы довели до успешного конца. И когда вы уже презентовали проблему, презентовали объем рынка, вы сделали окей, то есть вы дали ваш опыт и рассказали вашей команде. Тогда после этого вы даете инвесторам ваш прототип, то, что вы создаете. Вы его создали в маленьком экземпляре, в самом простом MVP, минимум viable product, самый минимальный работающий продукт. Вы даете им попробовать, а не пробуют. И если им нравится, то они испытывают гораздо больше чувств, чем просто послушать вас и посмотреть. Они понимают, что вот что будет чувствовать любой из клиентов, если это приложение, это может быть любой из девайсов, которые вы там создали, любая услуга. И после этого инвестор уже вправе для себя, потому что он тоже оправдывает свои решения инвестировать в ваш проект деньги. Если у вас сегодня нет такого продукта или услуги, которая очень легко ложится на эту презентацию, то, скорее всего, есть причина, по которой вам нельзя давать эти деньги. Я резюмирую. Сегодня очень много людей хотели получить деньги, потому что они хотят выйти в бизнес, а не потому, что они этих денег достойны и могут заработать на этих деньгах еще больше денег. Есть огромное количество людей, инвесторов, которые ищут, куда бы им свои деньги вложить и получить их в большем объеме. И чтобы они вам эти деньги доверили, вам нужно будет дать им такую презентацию, которая их убедит, что вы заслуживаете этого доверия. И в этой презентации покажите проблему, покажите объем рынка, покажите, что вы окей, у вас есть опыт, у вас есть команда. Один человек не просто в поле не воин. У них возникает у инвесторов вопрос. Один в поле зачем вышел? И далее, в конце вашей презентации, обязательно дайте людям прототип, который будет очень простым и удобным в использовании. Если вы сделали все эти вещи, то очень высоки шансы, что люди доверят вам свои деньги. С вами был я, Александр Герасименко. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok